И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня я предлагаю побеседовать на довольно интересную и неоднозначно противоречивую тему Пиратство и видеоигры Сперва напомню, данное видео, данная статья, данная эссе, никоим образом не приветствует пиратство Не призывает к нему, и если у вас есть возможность и желание поддержать любимого производителя вашего любимого контента Который приносит вам, собственно, какую-то ценность и удовольствие, вам непременно стоит, очень даже стоит это делать Тем не менее, с видеоиграми за последние годы сложилась довольно интересная тенденция, когда пиратство порицается и наказывается всеми возможными способами Но насколько ли это справедливо? Особенно, когда игру нельзя никак опробовать до покупки, когда она неоправданно дорогая, или когда ее просто-напросто нельзя купить легально Поэтому в данном видео мы попробуем прикинуть, в каких случаях пиратить игры будет, ну, более-менее справедливо по отношению к покупателю Что не отменяя этого факта, безусловно, что пиратить, это неправильно и нелегально, ну, вообще Случай первый Игру официально купить невозможно Допустим, вы живете в регионе, где игра не продается официально, или еще лучше продается, но не на вашем местном языке Технически производитель пытается предлагать на вашем рынке тот продукт, который вам не подходит Ставя вас между выбором покупать там то, что дают, или не покупать совсем При этом на некоем фанатском форуме появляется возможность взять этот продукт, переведенный фанатами на ваш местный язык, причем абсолютно бесплатно Правильно ли в таком случае забирать эту игру бесплатно? Ну, не очень все-таки Справедливо ли это по отношению к клиенту? Ну, возможно, ведь официально производитель технически не побеспокоился особо о том, чтобы предоставить продукт, адаптированный под региональную целевую аудиторию Такая же история касается после покупочного сервиса для игры Если недоступна никакая поддержка этих обслуживаний, если к видеоигре такое вообще применимо, то пиратство тоже можно все-таки признать, ну, справедливым Особенно это касается так называемых олдскульных игр, официальная продажа которых закончилась давным-давно-давно Например, хотите ли вы доставить из ящика ваш старый добрый PSP или подключить пыльную Sega Mega Drive к вашему телевизору, а игр и нет? Купить их официально тоже нереально Причем, дело уже не только в адаптации под регион, да, и предоставлении официального доступа, а в физическом наличии Таким образом, человек идет на нужные сайты и пользуется обходными путями, дабы удовлетворить свой игровой зуд Случай 2. Производитель не предлагает никакого возврата денег за игру, а никакого пробного варианта тоже не предоставляет Это для меня всегда выглядит сомнительно само по себе, поскольку я всегда сравниваю с другими продуктами Представьте себе, что вам предлагают вот коробку с обувью, вот серьезно Вы не знаете, как она пошита, и из какого материала она сделана, и как хорошо она на вас ляжет, как хорошо будет носиться Все, что вы видите, это красивая картинка на красивой коробке При этом, продавец вам говорит, мерять нельзя, и возврата тоже не будет, поэтому покупайте как есть Что вы скажете такому продавцу? Ну, скорее всего, ничего, и просто-напросто пойдете в другой магазин Здесь ситуация схожая, ведь часто бывает так, что официальные игры оказываются тупо неиграбельными, глючными, или просто, ну, скучными уже в первые полчаса после запуска Если демо-версии нет, а возврат денег за неудачную покупку вы не получите То в вашей голове может возникнуть требование справедливости такой некоторой И желание найти бесплатный пиратченный вариант игры где-то в других местах Это оказывается даже более справедливо, ведь если вы сначала там скачаете игру где-то бесплатно, опять же, и поймете, что она вам нравится У вас будут все моральные, этические основания и причины для того, чтобы отплатить игроделам чеканной монетой Ну уж извините за это сравнение Иначе вы тупо ничего не потеряете, кроме времени, потраченного на скучную или неработающую игру Именно поэтому я всегда топлю за то, чтобы каждый игродел в обязательном порядке Предоставлял демо-версию игры для такого пробного ознакомления Чтобы человек просто-напросто не покупал кота в мешке Иначе он это пробное ознакомление устроит сам себе самостоятельно на всем, опять же, известных сайтах Причем цена вопроса ведь довольно-то значительная Ведь тратить там 40, 50, 60, ну и даже 20-ку долларов на то, что вам не принесет удовольствия И что потом невозможно вернуть, ну, довольно-таки обидно Случай 3. Смена носителей и поколений Очень скоро это будет актуально с выходом новых поколений консолей PlayStation 5 и Xbox Series X Когда некоторые ваши игры, ну, морально типа устареют, да, и вы рискуете оказаться в примере случая 1 Благо, обе консоли обещают поддерживать обратную совместимость Ну, и как минимум декларативно Ваши старые игры останутся в порядке и в свободном доступе Но, есть некоторый обратный случай, на который указали CD Projekt Red с игрой Cyberpunk 2077 Братья-поляки решили не париться и пообещали пользователям Которые предзаказали или купили игру для своих нынешних PlayStation 4 или Xbox One, да, который там любой серии Что они смогут пользоваться этой же игрой, если будут играть в нее на новейших консолях То есть, купили на сегодняшних, а доступ к ним могут получить еще не только на сегодняшних, но и на тех консолях, которые выйдут в будущем Потому клиенту не нужно платить за одну и ту же игру два раза, чтобы играть, соответственно, на двух разных консолях Тем не менее, поляки все еще пионеры, да, в такой тенденции Я очень и очень сомневаюсь, что крупнейшие игродельни, типа каких-нибудь EA, Activision, даже Rockstar Откажутся от возможности продавать одну и ту же игру по несколько раз подряд Оно-то и понятно Компании думают, что новая консоль значит новая игра Но зачастую это не совсем так Наоборот, это по факту одна и та же игра Просто платформы тупо разные Поэтому, если вы купили игру на одной платформе, а вам потом предлагают заплатить за нее же на платформе нового поколения То это становится, ну, немного таки абсурдно И может, ну, кое-как, опять же, да, объяснить логику пиратов Благо, обратная совместимость может решить вот всю эту ахинею абсурдную За что уже спасибо некоторым издателям и производителям консолей Случай 4 Ремейки и ремастеры Есть большая разница между тем, что сделали Capcom с Resident Evil 2 и 3 и тем убожеством, которым занималась From Software, продавая Dark Souls Remaster Я понимаю, они предоставили совершенно новую игру для тогда новейших консолей Но на ПК это имело не очень-таки много смысла, так как фанатскими модификациями люди могли официально купленную игру докрутить до ремастера по уровню графики Другими словами, ребята из From Software просто-напросто перепродавали игру, добавив в нее всего лишь текстурки почище, стабильное 60 FPS и, внимание, целый один костер То есть точку сохранения, если кто не в курсе При всем при этом, они даже не удосужились исправить целый вагон игровых ошибок, багов и гличей, от которых страдали игроки по всему миру и у которых горела жопа каждый раз, выходя в онлайн на PvP Поэтому возникает справедливое нарекание, зачем человек будет платить за то, что у него уже есть? Только потому, что якобы старая игра уже не актуальна, а новая игра теперь актуальна? Ну, спасибо все-таки Благо для владельцев старой версии From Software сделали солидную скидку на обновление до актуальной версии Ну, и то хоть как-то спасибо С другой же стороны, нам очень скоро предоставляется еще один пример шикарного ремейка Новая версия Final Fantasy VII, которая реально предоставляет совершенно новый продукт, не похожий на оригинал Так-то, естественно, пиратить не особо-то и поднимается рука, когда потрачено энное количество труда часов и денег на изготовление Но, когда ремейки-ремастеры сделаны из-под палки и чисто для рубилова денег То тут тоже можно понять людей, которые отказываются платить за это, особенно если это связано с случаем 3 В итоге, я еще раз повторю, что пиратство это, безусловно, нелегально Это, безусловно, считается воростом креативного контента и не может быть оправдано адекватно Понятное дело, что наше постсоветское общество еще только учится платить за цифровой контент И только-только приобретает нужную культуру потребления И пиратство все еще у нас цветет буйным цветом Поэтому, еще раз, если вам нравится игра и у вас есть возможность поддержать вашего любимого производителя Всегда покупайте, либо рассказывайте об играх более платежеспособным вашим знакомым друзьям Которые смогут поддержать и от своего имени, и за вас, да, грубо говоря Что характерно, именно этим эффектом молвы часто объясняется то, что производители, ну, по-хорошему, закрывают глаза на пиратство Ведь так они получают своеобразное бесплатное продвижение Что, опять же, все-таки сомнительный фактор-основа для пиратства Скажу еще одно Мне кажется, что любую видеоигру стоит давать официально в цифре и с бесплатной демо-версией Чтобы человек смог попробовать и примерить на себя то, за что он собирается отдавать свои кровные деньги, причем не маленькие И, если ему понравится, он купит Если нет, то он не будет платить за кота в мешке Вместе с этим стоит подтянуть доступ к олдскульным играм за счет какой-нибудь подписки Почему нет? Ведь когда игра будет доступна официально, с пробной версией и сервисом У покупателя будет, ну, минимум причин, чтобы не платить А пираты все равно будут пиратить, и тут уж никуда не денешься И таким образом все пользователи пиратчаных версий будут делиться своим мнением Распространять хорошие и плохие отзывы об играх за бесплатно Но тут уж, что уж А так это все на сегодня Всем спасибо за просмотр Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал Напишите в комментариях, согласны ли вы со мной или нет Считаете ли вы пиратством может быть оправданным или нет И на что мне сделать обзор в будущем На что, на какую игровую тему вы хотите, чтобы мы поговорили с вами в будущем Также не забудьте про стримы на Твиче в пятницу и на Ютубе в воскресенье И Твиттер, где вы можете поделиться своим мнением со мной всегда А так, это все на сегодня, дамы и господа Всем спасибо и всем пока